Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете радиостанцию «Голос Грузии» на FM 107.9, а также смотрите телекомпанию TV24 в студии. Для вас работает журналист Борис Манжуков. И сегодня гостем нашей студии является Алена Ярымчук, президент международного интернет кинофестиваля «Star Independent». У нас прямое включение из Майами. Здравствуйте, Алена, как ваши дела, как настроение? Здравствуйте, настроение очень хорошее в солнечном Майами, и я рада с вами общаться. Взаимно, взаимно, очень приятно. Мы с вами общались несколько месяцев назад, обсуждали подготовку к вашему кинофестивалю, который пройдет уже совсем скоро, буквально через 10 дней он начнется, 22 ноября. И можно поподробнее о кинофестивале? Каким будет открытие этого кинофестиваля в общей сложности? Какие киновенты будут принимать участие? Что будете показывать? О чем эти фильмы на этот раз? Ну, во-первых, самое важное – это то, что кинофестиваль – это все-таки инструмент нашей гражданской позиции. И так как я украинка, информационная война продолжается. И в этом году у нас тема кинофестиваля, каждый раз у нас тема новая – это свобода. Потому что свобода – это самое важное и необходимое для каждого человека. И Украина сейчас показывает этот уровень свободы и наш характер, нашу волю. И в связи с этим кинофестиваль в этом году, он нацелен на сбор средств, на помощь женщинам, матерям, детям в Украине. Это как бы самое важное. Кинодеятели согласились дать свои работы. И, конечно, кинофестиваль всегда как лакмусовая бумажка того, что происходит в обществе. Сколько фильмов представлено на этот раз? Да, открытие будет 22 ноября в очень интересном месте. Это Фэнди-замок. И мы будем смотреть, я считаю, что гениальный фильм, трагикомедию. Я працю на Цвентере. Это украинское кино, украинский продукт. Очень смешное, несмотря на название. Это комедия. Но потом, когда ты смотришь этот фильм, ты понимаешь всю глубину темы смерти. Потому что смерть вошла в дом, мне кажется, в каждую семью. И я знаю, что Грузия также с момента войны пережила очень многие потрясения. Когда мы приезжали к вам в гости раньше, мы смотрели ваши глаза, и они были очень грустные. Сейчас эта грусть появилась у каждого украинца. Этот фильм, он, это история про мужчину, который живет на кладбище, и с ним происходят разные ситуации. Он работает на кладбище, и в процессе мы понимаем, почему он там работает, и что за трагедию он носит в своем сердце. И как он встречается с женщиной с подобной трагедией, и дальше у них завязываются отношения, романтические отношения. Все это в перемешку с мафией, с деньгами, с интересными, веселыми моментами. Поэтому фильм гениальный. Я бы очень хотела у всех, у кого есть возможность, чтобы они посмотрели его. Поэтому мы показываем его физически. Также 26 числа в кинотеатре. Здесь у нас Форт Лоттенделл. Для того, чтобы большее количество людей смогло посмотреть его физически. У нас, помимо открытия кинофестиваля, есть показ украинно-грузинского фильма. Называется «Узкий мост». Это очень глубокая история, очень актуальна сейчас о том, как украинцы, которые жили в Батуми, приняли участие в вашей войне, которая происходила. И после того, как они воевали там, они пришли спасать Украину уже в свою родную семью. И что происходит, какие движения там происходят. Это такая военная тема любви, дружбы, взаимопонимания. Я очень благодарна грузинским кинофотографистам, потому что это был украинно-грузинский фильм. Очень мощный, очень сильный. И мы будем смотреть его 27 числа. И 30 числа у нас день закрытия. Здесь у нас очень хорошая картина. Называется она «Щедрик». Это история взаимоотношений в 30-е годы семьи украино-польской, которая приехала. Они жили в Краке, в Польше, и они поселились в еврейском доме. Это 39-й год. Вы помните, что в это время было. Пришла русская власть. Эта семья украино-польская вначале не находили общего контакта, потому что все равно конкрет нации существует в любой сфере. Но дети, и детям все равно. Дети сдружились. И учительница музыки в свое крыло приняла всех деток, с которыми она занималась. Это была украинская семья. И так получилось, что вначале они приняли польского ребенка, потом еврейских детей, потом немецкого ребенка. И что происходило с этими людьми во время войны? И как важно быть человеком? Независимо от того, что происходит, оставаться быть человеком. Это, в принципе, то, о чем всегда мы читали в книгах, когда были детьми. Эрик, Мария, Ремарк, другие. Они нас учили, что война – это страшно. И очень важно находиться в этой ситуации, оставаться человеком. Вот о человечности этот фильм. Конечно, он пронизан прекрасной музыкой. Наш прекрасный «Щедрик» – это известная композиция Леонтовича. И мы всегда ее поем на Рождество. В Америке она очень известная, как новогодние песни, которые здесь везде поют. Поэтому я думаю, что фильм будет актуальный. Маленькая такая большая деталь. Когда я здесь, в Майами, искала локацию, где же делать красивые мероприятия. Ресторан «Аш Канали», грузинский ресторан. Грузинская диаспора в Майами мне помогает сделать кинофестиваль в Майами таким же красивым и вкусным. У нас будет грузинская еда. Поэтому я, как всегда, очень благодарна Грузии за поддержку моего проекта и за наше с вами тоже сотрудничество. Это очень для нас важно. Помимо фильмов художественных, которые мы будем представлены, у нас будет еще американский художественный фильм. Очень тоже интересная, дорогая история о смерти молодой девушки, 18-летней. И переосмысление всей ее семьи о том, как они живут. И жизнь по-настоящему не для галочки, а именно жизни, которую ты можешь творить, выражать себя. Как важно чувствовать талант человека и его реализовывать. Помимо художественных, полнометражных фильмов... Мультипликационные фильмы, есть ли документальные фильмы представлены на этом фестивале? Да, короткометражные работы. У нас будут документальные работы. У нас будут мультфильмы. У нас будут нетрадиционные искусства. Это такое направление. Сейчас очень много... Ну, и клипы. Сейчас очень много разных проявлений людей. В нетрадиционное искусство мы взяли очень много стихотворений. Идея вообще миссия кинофестиваля... Начинающие люди, которые только начинают как-то себя проявлять в творчестве, они должны знакомиться с более уже известными, именитыми участниками, лучшими в своих направлениях. И мы на одной онлайн-платформе, это всё в Фейсбуке, в Месседжере, мы их знакомим, они могут знакомиться, общаться, потому что идёт профессиональный рост. Плюс, конечно, это всегда очень большой праздник. Лучший актёр, лучшая актриса. Лучше маленький актёр, лучшая маленькая актриса. Это всё взаимосвязано, поэтому мы стараемся, чтобы эти взаимоотношения были плодотворны, и чтобы после нашего кинофестиваля у людей возникали какие-то возможности, знакомства. В общем, сложности фестиваля проходят уже не впервые. И каково развитие фестиваля, если по полочкам разложить, по ступенькам, что происходило на протяжении этих лет, когда проходил, в течение которых проходит этот фестиваль, есть ли какие-то, так сказать, прогрессы у самих участников фестиваля, и сам фестиваль насколько развился, какие новшества будут на этом фестивале по сравнению с прошлогодним, с позапрошлогодним? Да, фестиваль очень развился. Я думаю, что самое важное – это люди. То есть люди, которые присутствуют на кинофестивале. И я хотела бы представить членов жюри. Потому что от членов жюри, то есть те работы, которые увидят маститы наши мастера, зависит и уровень кинофестиваля. Во-первых, у нас главный председатель жюри в этом году – это Мирза Давидая. Это ваш грузинско-американский продюсер, очень серьезный продюсер, который в этом году он снял, если не ошибаюсь, «Витязь» в «Тигровой шкуре», мультипликационный фильм, и он находится в Голливуде. Мы дружим еще с Одесского кинофестиваля, мы дружим несколько лет. И я очень рада, что в этом году он принимает участие в нашей работе. Потому что, когда ты приезжаешь в новую страну, как я приехала эмигрантка в Майами, в Америку очень важны друзья и очень важна поддержка. Также у нас прекрасный продюсер украинский Артем Полюбаев, у нас сценарист Оксана Олшер, у нас очень серьезный Франк Майер, продюсер также американский. Он был продюсером «Ганз и Роузес», у него очень много художественных фильмов. Это настоящий голливудский продюсер, у которого очень много вышедших фильмов. У нас кинорежиссер Алексей Клименко, у нас гениальный актер Дмитрий Ступко, это внук известного нашего Ступки, очень именитого актера, это такая актерская семья, династия. Наталья Соболева, это председатель, кинорежиссер и наш кинотеатр «Кинопанорама», очень известный, интересный человек. Виктория Гришко, мой постоянный, на протяжении восьми лет мой вице-президент, а также кинопродюсер, с которым мы очень-очень много лет вместе дружим, она сейчас в Голландии. И от этих людей зависит и уровень, потому что с каждым годом у нас ярче и интереснее члены жюри. Но в начале моего восемь лет тому назад в Барселоне, в Испании, и это был такой крик тоже о помощи. В то время, если вы помните, Олег Сенцов сидел в тюрьме, у нас всегда кинофестиваль социальный, на помощь непосредственно конкретным каким-то личностям. А сейчас он находится в Майами. Каждый год мы переезжали, одновременно мы делали в нескольких странах. Мы делали в Америке, в Украине. В прошлом году это был город Дюрангу. Но, к сожалению, в этом году Украина настолько в тяжелом ситуации, что я даже не решилась делать кинофестиваль в Украине, потому что очень тяжелая ситуация сейчас в Киеве, нету света, нету воды. Людям настолько плохо и настолько нужна финансовая помощь, что очень-очень сложно делать именно яркое событие. Социальное привлечение средств, оно всегда должно быть с какими-то информационными событиями. Вот сейчас в этот раз кинофестиваль стал нашим рупором обращения к эмигрантам здесь, в Майами. Кинофестиваль рос, потому что иногда мы показывали там только всего лишь, делали только одно событие или показывали одни фильмы. В этом году у нас четыре непосредственно живых ивента. И онлайн-ивент, на котором мы всех собираем, наших всех бизнес-партнеров, показываем онлайн-работы, люди могут их посмотреть. Я думаю, что выросло качество. В этом году у меня было несколько премьер, то есть люди хотят делать премьеры своих работ, делать новые премьеры. Потому что онлайн-формат, он всегда такой, что все-таки мы берем фильмы второго-третьего года. А в этом году у нас реально премьеры, и люди хотят нам давать очень качественные работы, качественные премьеры, что говорит о том, что мы стали популярны, известны, и с нами работают очень интересные, стоящие личности. Замечательно. Вы говорили о фильме «Узкий мост», грузино-украинская работа, грузино-украинский художественный фильм. В общей сложности сначала пандемия коронавируса с конца 2019 года. Вроде бы пандемия завершилась в начале этого года, и тут начались события в Украине. В Украине, точнее говоря. Удается ли сотрудничать сейчас, и каким образом удается сотрудничать с кинематографом, кинематографистом Грузии и Украины, Украины и Соединенных Штатов? В общей сложности, какова ситуация с кинематографом сейчас в Украине, и каким способом удается вот это сотрудничество, и как был снят фильм «Узкий мост». Там история про Донбасс, про то, как украинно-грузинские солдаты приехали спасать Донбасс. То есть это еще война с 2014 года, то есть это история про эту войну, но она, конечно, вот эта история, она перешла сейчас на всю страну Украины. Ситуация в стране очень сложная, очень сложная, и украинские кинематографисты сейчас с оружием, я не могу это просто говорить, я сейчас буду плакать, я пытаюсь сдерживаться, потому что мои друзья, которые достаточно интеллектуальные, творческие, которые являются все-таки интеллектуально тонкими людьми, сейчас держат автоматы, и на фотографиях они описывают те состояния, которые с ними происходят. У нас открыт Facebook, мы можем это читать. Есть союз украинских кинопродюсеров и союз кинематографистов. Мы все общаемся, мы все понимаем, что происходит, и многие картины ездят сейчас по Европе, по Америке, собирая средства на помощь конкретно кинематографистам, которые непосредственно воюют там, их семьям. И это все запечатляется в сценариях, в историях, которые описаны. Снимается очень жесткое и очень серьезное документальное кино. В этом году у нас очень сильная документальная программа. Во-первых, фильм сняла моя подруга о Мариуполе. Это просто страшно, когда ты смотришь, и ты видишь эту картину, где очевидцы рассказывают, что с ними произошло, когда не было воды, когда ели своих собак, животных, когда рождались дети там без медицинского, как они все, как животные, жили, и что вообще с ними происходило. Это истории про бойцов Азова, то, что с ними происходило, как они были в тюрьме, как они выживали, что они делали. Документалисты, они самые... Я очень люблю документальное кино. Я сама тоже документалист, у меня два фильма документальных. И документальное кино, оно очень живое, и оно настолько откровенное, и оно затрагивает души. Поэтому документалисты, конечно, и сейчас работают, потому что это все фиксируется, эти страшные события в Буче. Поэтому этот процесс происходит непосредственно в Америке и в Украине ко мне обратились за тем, чтобы снимать зарисовки, короткометражки, документальные художественные фильмы о войне в Америке. Ну, то есть о войне в Украине, но в Америке. Для этого нужны, естественно, очевидцы, сценаристы из Украины, которые рассказывают эти истории, и дальше профессионалы американские, которые это все фиксируют. Поэтому и хочется создать кинофестиваль, где как площадку, познакомив друг друга, возможно, из этого выйдет какое-то непосредственное кино, которое затронет душу нескольких стран для того, чтобы все-таки быть участными в тех процессах, которые происходят. Дальше происходят кинофестивали, где украинцы показывают свои работы, как обычно происходит вот это смешание. Конечно, мы не можем рассчитывать на государственную киноподдержку украинскую или на грузинскую киноподдержку, но частные фонды, европейские фонды туда пишутся обращения и как-то пытаются дальше двигаться, заниматься тем, что очень необходимо, потому что кино – это синтетический вид искусства, который состоит из литературы, живописи и музыки, который может изменить сознание людей. Здесь, на территории Америки, у нас тоже своя война. Здесь тоже есть тот же город Майами, в котором я живу. Здесь очень много национальностей. Вчера я сидела за столом с грузинами, мы обсуждали эту ситуацию, но здесь есть и русские, у нас за столом сидели беженцы с России. И эти все внутренние конфликты – очень важно оставаться человеком, потому что две политические силы борются и убивают, но нужно оставаться людьми в этом во всем. И мотографисты в своих работах это, в принципе, показывают. Надеемся, что на дальнейших ваших кинофестивалях будет побольше мирных фильмов, больше фильмов, которые показывают именно мирную жизнь людей. И последний вопрос будет с моей стороны, на этом наше эфирное время подходит к концу. Каковы ваши планы в общей сложности на близлежащий год? Что планируете сделать после этого фестиваля, после 30-го наивия? Конечно, мне очень интересно все, что связано с кино. Любые продукты, кинопродукты – это всегда большой процесс, большой скачок, который требует очень много сил. Мы, конечно, будем дальше общаться, показывать наши работы и дальше делать свою гражданскую позицию. Я очень много рисую, сзади меня мои картины. И мы дальше будем делать акции в поддержку Украины, в поддержку моих друзей, которые там находятся. Спасибо большое. Я напомню нашим радиослушателям и телезрителям, что сегодня у нас было прямое включение из Майами. Алена Ярынчук, президент интернет-кинофестиваля Star Independent, была нашим гостем. Большое спасибо вам, Алена, за участие в нашей программе. Ну, а я напомню, что в студии радио «Голос Грузии» и телекомпании «ТВ-24» для вас работал Борис Манжуков. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова